Тенденция на омоложение партий и стратегии развития региона с новым губернатором. Об этом мы сегодня поговорим с Сергеем Корнишовым, координатором Владимирского регионального отделения ЛДПР, депутатом Законодательного собрания Владимирской области. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы прошли тернистый путь. Об этом вы говорили множество раз в интервью от рядового члена партии до координатора Владимирского регионального отделения. А с чего вообще началась жизнь в политике? В 2012 году я пришел в местное отделение Муромского отделения ЛДПР, стал ее рядовым членом партии ЛДПР. И с этого момента началась моя общественно-политическая деятельность. То есть сначала я работал как активист, как член партии. Сразу начал заниматься избирательной кампанией, которая у нас проходила в 2013 году. Это были выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области, тогда еще шестого созыва. Тема для меня была совершенно новая, но она меня заинтересовала. Я решил в ней поучаствовать, посмотрел изнутри, что такое избирательный процесс, как проводится работа с гражданами, агитации, пропаганда. То есть, в принципе, это был такой первый момент, когда я действительно получил какой-то первый такой политический опыт. После чего в 2015 году у нас были выборы депутатов Совета народных депутатов округа Муром. Тогда я уже шел целеустремленно, настроенно и победил по второму одномандатному избирательному округу и стал депутатом Совета народных депутатов округа Муром. С 2015 года работал депутатом, работал заместителем председателя постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике округ Муром. В 2016 году стал координатором местного муромского отделения ЛДПР. Тогда проходили выборы различного уровня, выборы в Государственную Думу. То есть, уже опыт прибавлялся с каждым годом работы. Ну и в 2017 году решением Высшего Совета ЛДПР, решением Владимира Вольфовича Жириновского на Координационном Совете Владимирского регионального отделения ЛДПР я был избран координатором Владимирского регионального отделения и стал его руководителем. Проработал уже на этой должности полтора года. То есть, вот он весь тернистый путь с 2012 года. Я прошел все ступени от рядового члена партии до руководителя регионального отделения. То есть, получил большой опыт общественно-политической работы. То есть, прошагал все ступени, все руководящие должности внутри партийной деятельности и в общественной стал депутатом и избрался депутатом Сканадельного собрания Владимирской области 7-го статуса. То есть, тернистость это в том, что как раз поэтапно проходило и последовательно... Ну, последовательно. Вот каждую ступень я прошел собственными ногами и получил на определенной стадии свой какой-то жизненный и политический опыт. А на тот момент, когда был выбор, в какую партию обратиться, что было решающим? Почему ЛДПР? Скажу так, что, в принципе, всегда, до еще того момента, когда я пришел в ЛДПР, сделал какой-то политический выбор, мне всегда нравился Владимир Вольфович Жириновский как яркий лидер ЛДПР-партия, ее идеология, либерализм, я все это поддерживал, поэтому сделал для себя выбор идти именно в эту партию. Вы увидели процесс вот этого партийного продвижения, так сказать, изнутри. Что для вас было неприемлемо, когда вы только окунулись в эту политическую жизнь? Поменялись ли представления о том, как это было вне и как это было на самом деле? Ну, что касается внутри партийной какой-то деятельности, то есть это такая же организация, крупная организация, много членов партий, более трех тысяч членов Владимирской области на данный момент. Поэтому, в принципе, там-то все как раз понятно, прозрачно, слаженный коллектив, слаженная работа, все понятно. Но вот что касается общественной деятельности и всех избирательных компаний, конечно, для меня очень много, так скажем, нового я узнал о том, как вообще проходят избирательные кампании со стороны администрации какой-то местной власти и как сложно обычному рядовому кандидату в депутаты действительно от оппозиционной партии стать депутатом и стоять на страже интереса своих избирателей. В чем эта сложность? А сложность в том, что это административный ресурс, которым пользуется на каждых выборах та или иная администрация. То есть, вот если, допустим, говорить о выборах, которые прошли сейчас в законодательные собрания, то на нас, на ЛДПР, конечно, мы ощутили на себе в полной мере тот административный ресурс, который включило прежнее руководство администрации Владимирской области. Это можно перечислять очень много. Обозначу несколько ключевых таких факторов, когда нашим кандидатам в депутаты законодательного собрания, нашему кандидату на должность губернатора Владимирской области отказывали в предоставлении муниципальных помещений для встречи с гражданами, хотя мы в рамках нашего областного законодательства, закон избирательного кодекса, имеем на это полное право пользоваться муниципальным имуществом для того, чтобы организовывать встречи с гражданами. Вот мной лично было написано огромное количество обращений в адрес глав администрации районов для того, чтобы нам такие помещения предоставляли. Ни на одной я не получил положительного ответа. Везде были отказы по надуманным, естественно, причинам. Поэтому мы шли в народ, общались с людьми на улице, во дворах. То есть, неважно, сколько это было людей, 10 или 100 условно. То есть, мы пошли по другому принципу, работали вот таким образом. Вот это один из примеров того административного ресурса, когда партия власти начинает ущемлять в правах своих оппонентов. Владимир Владимирович, процитирую его. Своими ногами заслужили мандат депутата. Вот сегодня, насколько редкое явление депутатов встречи с избирательными вот так вот один на один. Как бы уже можете это проанализировать? Кандидата вы имеете в виду. Ну, я вам объяснил, что в ходе избирательной кампании мы с Владимиром Владимировичем объехали всю Владимирскую область несколько раз. То есть, действительно, мы шли в народ, общались с избирателями, с нашими гражданами, чтобы действительно на месте понять суть тех проблем, которые их волнуют. И уже в ходе избирательной кампании получили огромное количество и наказов избирателей, огромное количество обращений граждан. Мы не ждали, когда нам достанется то или иное количество депутатских мандатов. И те проблемы, которые мы собирали у наших избирателей, мы их сразу же пытались решить, не дожидаясь окончания избирательной кампании и сколько у нас будет депутатских мандатов. То есть, у нас это была полномерная работа. Работа, она вся была с населением в районах Владимирской области. То есть, действительно, Владимир Владимирович в том числе своими ногами прошагал, можно сказать, всю Владимирскую область для того, чтобы встретиться с максимальным количеством избирателей. Какие сегодня, если сгруппировать проблемы, которые волнуют людей в регионе, вы бы выделили? Основные, ну, вообще проблем очень много, естественно, спектр их очень разный. Но можно их так сгруппировать и основными проблемами вот эти обращения, которые к нам поступают, мы проводим анализы и видим, что основные все-таки проблемы. Это проблемы жилищно-коммунального хозяйства, проблемы здравоохранения, образования и социальной защиты. Но больше всего, конечно, жителей волнует ЖКХ и здравоохранение. Встреча с избирателями – это одна из форм агитационной работы. А какие сегодня новые формы чаще всего набирают обороты и плеварируют в направлении агитационной кампании? Ну, эту тенденцию можно, в принципе, легко заметить. Сейчас все больше и больше денежных средств из фондов избирательных тратится на агитацию и пропаганду, так скажем, в сети интернет, в социальных сетях, потому что очень много людей сейчас там действительно находит какой-то свой досуг. Поэтому это тенденция, ну, не ЛДПР или другой какой-то политической партии, это тенденция в целом, и не только в России, а во всем мире, наверное, сейчас идет к тому, что, ну, понятно, цифровые технологии, поэтому какую-то свою позицию, идеологию, программу избирательную начали действительно усиленно работать в социальных сетях и в интернет-ресурсах. Ну, как вы считаете, вот ваша форма все-таки наиболее понятная, наиболее прозрачная, наиболее честная? Это какая? Я считаю, что прежде всего, самая, наверное, честная, вот как вы сказали, форма, это действительно прямого общения со своим избирателем. Нужно действительно выезжать, встречаться, организовывать встречи, какие-то массовые публичные мероприятия для того, чтобы действительно понять те проблемы, которые волнуют жителей нашего региона. Сегодня вы координатор отделения ЛДПР. Как вы считаете, помогла ли вот в вашем назначении поддержка однопартийцев, авторитетов? Ведь вас поддерживали Сипягин, Жириновский, Пузанов. Помогла ли в назначении? Да. Ну, так скажу, что вообще у нас Владимирское региональное отделение ЛДПР, это более трех тысяч членов партии, повторюсь, 18 местных отделений. В каждом местном отделении работали такие же координаторы, как и я, ну, видимо, вот за этот промежуток времени с 2012 года я, наверное, может быть, проявил больше какого-то профессионализма в этой деятельности, более был вовлечен в нее. Не каждый районный координатор являлся депутатом, а я им, в принципе, стал в 2015 году. Поэтому решение высшего совета ЛДПР, оно было как раз-таки... Я встречался с Владимиром Вольфовичем Жириновским по итогам нашей беседы. Решение высшего совета приняло решение рекомендовать мою кандидатуру региональному отделению координационному совету. Владимир Владимирович Сипягин ее поддержал, поэтому единогласно я стал координатором регионального отделения. Поэтому говорить о том, что помогла ли, я думаю, что да, конечно, помогла. В 31 год лидер партии в регионе все-таки это результат работы или это неожиданность? Ну, неожиданности здесь быть не может, вы сами понимаете. А действительно, ну, в 31 год я не думаю, что это какой-то такой ранний возраст, когда можно стать руководителем регионального отделения, там, руководителем областного отделения ЛДПР или другого какого-то руководящего органа, поскольку сейчас вы сами прекрасно видите, что и руководители более молодые приходят на управление в более, там, может быть, даже серьезной структуре, и сейчас губернатор там молодой появился где-то, у нас примерно такого же возраста. Поэтому возрастной вот этот ценз, это вполне нормальное явление, что в 31 год можно стать руководителем регионального отделения. Ну, конечно, для этого нужно проделать определенную работу и принять комплекс мер, для того, чтобы тебя действительно увидели как профессионального управленца и приняли такое решение. То есть тенденция на омоложение партии, это не наша какая-то региональная специфика, это такая всероссийская тенденция. А может, главного аппарата ЛДПР? Вот если проанализировать, кто сейчас в вашей команде в ЗС? Если проанализировать, то можно с уверенностью сказать, что да, действительно, у нас, наверное, самая молодая фракция в ЛДПР в областном нашем парламенте, но тенденция это не общая областная, это, в принципе. Владимир Вольфович Жириновский уже давно говорил об омоложении партии, я это полностью поддерживаю. У нас фракция ЛДПР в Государственной Думе самая молодая, у нас есть самый молодой депутат Государственной Думы за всю ее историю существования, это Василий Максимович Власов, который стал депутатом Государственной Думы в 21 год. То есть вот как у нас закон позволяет в 21 год стать депутатом, вот он этим правом воспользовался, получил доверие своих избирателей и стал депутатом. У нас самый молодой член Совета Федерации, тоже от ЛДПР, Александр Юрьевич Пронежкин, наш коллега, наш однопартидец, выходец, уроженец города Муром, стал самым молодым сенатором в Совете Федерации. То есть, если все эти факторы как бы проанализировать, то можно сказать, что да, такая тенденция есть. О том, как региональный парламент обрел новые структуры, мы говорили в новостях, телеканала «Вариант». Я предлагаю напомнить, собственно, этот политический расклад сил. Давайте обратимся к сюжету. На должность спикера в Верхнюю палату Федерального собрания председатель ЗС Владимир Киселев выдвинул Ольгу Хохлову. В региональном парламенте она работает на протяжении двух созывов, является заместителем председателя законодательного органа и руководителем партийной фракции. Сегодня я являюсь также заместителем председателя комиссии по предварительному рассмотрению законодательных инициатив федерального уровня при фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Считаю, что знакома с работой, которую буду выполнять на федеральном уровне. Кандидатуру Хохловой поддержали ее коллеги по фракции, а также депутаты из ЛДПР и Коммунистической партии социальной справедливости. А вот нардепы из КПРФ предложили кандидатуру Натальи Прониной. По мнению Максима Шевченко, она на уровне государства и области зарекомендовала себя как ответственный человек. А так и для самой кандидатки выдвижение оказалось неожиданностью. Пустя голосование рассудит. Для меня это просто неожиданность. Не снимайте. В итоге свои голоса за Ольгу Хохлову отдали 26 депутатов, четверо проголосовали против. За кандидатуру Натальи Прониной голосование проводить не стали. Согласно правилам теперь нардепам было необходимо тайным голосованием проголосовать за снятие с Хохловой полномочия заместителя спикера облпарламента. После чего депутаты поздравили ее с новой должностью. Своим коллегам Ольга Николаевна пообещала присутствовать на каждом заседании ЗАГС Собрания. Если вопросы о выдвижении сенатора депутаты обсудили более-менее единодушно, то процесс выстраивания структуры ЗС высвал массу споров. Было предложено сократить количество профильных комитетов с 9 до 8. Путем присоединения Комитета по здравоохранению к Комитету по социальной политике. Президиум ЗС мотивировал предложение тем, что эта сфера регламентируется федеральным законодательством и региональное вмешательство здесь практически не играет роли. В прошлом у Комитета по здравоохранению вопросов было раз в квартал. Даже не раз в месяц. А раз в квартал один вопрос. Это утверждение фонда ОМС. В основном бюджет фонда ОМС. То есть, может быть, некачественно работали тогда, я не знаю, депутаты в этом комитете. Но на самом деле было не очень много вопросов. Однако с мнением спикера согласились далеко не все депутаты. Несколько народных избранников выдвинули предложение о выделении отдельного комитета для курирования вопросов здравоохранения и переприсоединения других. В частности, фракция КПРФ настаивала на том, что в регионе с медициной большие проблемы, решать которые должен не только профильный департамент Белого дома. Я не думаю, что это прерогатива только исполнительной власти. Мне кажется, законодательная власть Владимирской области именно в лице специального комитета должна уделить особое внимание этой крайне болезненной и включенной в федеральную повестку теме. Спасибо. И все же две трети депутатов выступили за предложение Киселева. Таким образом, комитетов стало восемь. Здравоохранение и социальная политика объединились в один. На их работе сказаться это не должно, уверен спикер ЗС. Мы в дальнейшем посмотрим. Мы сегодня говорили о том, что эту работу, безусловно, нужно улучшать, ее нужно активизировать. Мы в дальнейшем посмотрим, если мы увидим, что все-таки есть необходимость создать отдельный комитет именно по здравоохранению. Мы вернемся к этому вопросу. Новый комитет возглавил Сергей Бирюков. На сегодняшнем заседании были избраны председатели и других семи профильных комитетов. За бюджетный будет отвечать Михаил Максюков. Комитет по вопросам госустройства возглавил Александр Нефедов. По промышленной политике Алексей Русаковский. По вопросам ЖКХ Андрей Фатеев. По местному самоуправлению Александр Цыганский. По аграрной политике Павел Антов. И по вопросам образования Елена Лаврищева. Светлана Барашко, Алексей Кандалов. Телеканал «Вариант». Мы возвращаемся в студию. Спасибо, что остаетесь с нами. У нас в гостях Сергей Корнишов, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР, депутат закладательного собрания Владимирской области. Сергей, сейчас ближе поговорим про новый состав ЗС. Насколько он отличен от предыдущего? И почему, собственно, так получилось, что ЛДПР увеличил свои позиции и свои ряды в новом СОЗЕВе? Ну, напомню, что в 2013 году у нас было всего два депутата законодательного собрания. Сейчас стало четыре. Я считаю, что это, в принципе, получилось. Почему? Потому что жители Владимирской области оказали нам свое высокое доверие и проголосовали именно за партию ЛДПР. Действительно, это, я считаю, что... Почему у нас именно на два человека увеличилось? Потому что, действительно, мы показали свою работу перед избирателем. Мы работали на протяжении всего этого времени не только в избирательную кампанию. у нас наше общественное приемное, а региональное отделение — это 18 местных отделений, и практически в каждом из них есть общественное приемное ЛДПР, куда на протяжении всего этого времени обращались граждане со своими проблемами, с несгодами, которые сталкивались с теми административными барьерами, там какие-то проблемы у них появлялись. То есть за все это время наши общественные приемные собрали очень большое количество обращений. На основании этих обращений мы готовили депутатские запросы. Эта работа велась как бы даже не в рамках избирательной кампании. Просто региональное отделение ЛДПР действительно взял курс именно на работу с гражданами, на работу с обращениями. То есть люди действительно увидели, что мы можем решать те проблемы, которые существуют у наших граждан. Поэтому они нам оказали такое высокое доверие, и теперь у нас вместо двух депутатов стало четыре. Я полагаю, что именно так. Как теперь уже попав в ЗС в количестве четырех человек депутатов, вы будете продолжать вот эту стратегию на взаимоотношения и поддержку наших горожан в городе и области. Поскольку у нас сейчас четыре депутата, так немножко в законодательном собрании коснемся, у нас восемь комитетов в законодательном собрании. Поэтому распределили свою функциональную нагрузку таким образом, что каждый депутат будет работать сразу в двух комитетах. Поэтому получается так, что все комитеты мы в принципе охватываем и будем контролировать работу каждого. Каждый депутат из законодательного собрания от фракции ЛДПР проводит общественный прием граждан. Это как бы обязательное мое такое требование ко всем депутатам. На базе общественной приемной в городе Владимир у нас есть как бы определенный день, когда мы работаем. Это по средам, адреса улицы Луначарского, дом 3, кабинет 311. Туда можно записаться на предварительный прием по телефону 35 39 80. Человек будет записан на этот прием и каждый депутат сможет пообщаться непосредственно в этот рабочий день со своими избирателями. То есть люди приходят, обращения свои оставляют, мы с ними общаемся, понимаем суть проблемы, готовим те или иные депутатские запросы для того, чтобы эту проблему скорейшим образом разрешить. То есть я думаю, что обязательно в ближайшем будущем будем проводить такие же общественные приемы граждан не только в городе Владимир, поскольку у нас общественные приемные есть и в других городах, и Муром, и Ковров, Вязники, Гороховец, Александров. Будем обязательно выезжать и в районы для того, чтобы было проще нашим согражданам, избирателям, чтобы они не во Владимир приехали для того, чтобы встретиться с депутатом законодательного собрания. А депутаты законодательного собрания должны выезжать в район, чтобы встретиться со своими избирателями, которые им выразили свою глубокую поддержку. Если говорить коротко о первых таких промежуточных итогах работы законодательного собрания в новом обновленном составе, как вы считаете, основные уже успехи за этот небольшой срок и важные решения? Ну, скажу так, что вообще законодательное собрание очень сильно обновилось, и у нас 4 депутата, и у фракции КПРФ теперь 7 депутатов, справедливой России 3. То есть, в принципе, я вижу, что туда пришли работать действительно профессионалы, это и в том числе от партии Единой России, там тоже есть замечательные люди, профессионалы своего дела, руководители крупных предприятий, которые действительно разбираются в том или ином вопросе. Но вот у нас, по-моему, было всего несколько сейчас заседаний законодательного собрания, на нем, в принципе, решались такие оперативные задачи, потому что, сами понимаете, что предыдущий состав законодательного собрания уже не работал с августа месяца, и за этот промежуток времени накопилось очень много различных правовых актов, нужно которые было привести в соответствие с федеральным законодательством, и вот на данном промежутке времени решались оперативные задачи в законодательном собрании. Ну и, естественно, у нас впереди с вами такой важный блок, его нужно будет обсуждать, проводить анализ, это принятие бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Каким образом фракция собирается поддерживать нового губернатора в его работе и в его вообще становлении как губернатора? Ну, естественно, мы будем всячески оказывать любое содействие и поддержку Владимиру Владимировичу. Если она ему будет необходима, то мы готовы включаться в работу любых комитетов, любых рабочих групп для того, чтобы более глубоко разбираться в той или иной проблеме и помогать Владимиру Владимировичу работать в новом качестве. Сегодня наследие предыдущего губернатора, оно уже дает о себе знать, и это тот пласт, который нужно сейчас поднять Владимиру Владимировичу, и вот буквально на днях ситуация, когда федеральные СМИ пытаются вот этот вот багаж, так сказать, навесить на плечи нового губернатора, который сейчас только входит вообще в работу, да, и мы понимаем, что это все еще пока эхо, которое нужно преодолеть. Как вы считаете, насколько вот такие акции со стороны федеральных каналов, насколько они уместны и правомерны? Ну, вы же понимаете, что это, в принципе, можно сказать, политический заказ третьих сил, которые хотят как-то дискредитировать Владимира Владимировича перед своими избирателями. Но надо понимать то, что 23 сентября был избран губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин. И многие, может быть, говорят, что это было протестное голосование или еще, но могу поспорить в том плане, что его выбрал избиратель и граждане Владимирской области, оказали ему свое высокое доверие, и он стал губернатором. Поэтому это действительно народный избранный губернатор Владимирской области. Я думаю, что Владимир Владимирович приложит максимальные усилия для того, чтобы действительно в область вдохнуть какие-то новые экономические процессы, завести для того, что область по всем показателям, даже вот среди там условно других областей по центральному федеральному округу из самого низкого кластера начала подниматься. Я думаю, что это наши избиратели увидят, и в принципе мнение федеральных каналов, это как сейчас мы видим, это все-таки какой-то политический заказ опять же. Но наших избирателей не обманешь. Я думаю, что они четко разбираются в этой ситуации и понимают, что черное, а что белое. С приходом нового губернатора, как вы считаете, вообще поменяется ли стратегия развития региона в целом? Ну, я считаю, что она уже начала меняться, поскольку Владимир Владимирович очень много сейчас совершает командировок, и сейчас в Турцию будет у него визит для того, чтобы привлечь максимальное количество инвесторов на территорию Владимирской области. Потому что ключевым таким вектором развития, вот как на мой взгляд, я вижу это, нужно в первую очередь оказывать поддержку и развивать нашу с вами экономику. В том числе с привлечением новых инвестиционных проектов в Владимирскую область. Непонятно почему, вот условно инвестор Турецкий с 2015 года, который хотел реализовать свое производство на территории Владимирской области, не был услышан прежде губернатором Владимирской области и уже решил свою деятельность разворачивать в другом регионе. Сейчас мы его, ну как бы Владимир Владимирович пытается это развернуть, направить, чтобы этот инвестор пришел именно во Владимирской области, работал здесь, для того, чтобы, вы же сами понимаете, что в Владимирской области нужны крупные инвестиции, крупные инвестиционные проекты. Развивать, если мы будем развивать крупный бизнес, то средний и малый бизнес также получат положительную динамику темпа роста, потому что крупный бизнес всегда дает работу малому и среднему бизнесу. Получив достаточное количество инвестиций, у нас откроются новые предприятия, откроются новые рабочие места, будут поступать дополнительные средства в наш бюджет, которые мы сможем направлять, допустим, на социальную развитие, в здравоохранение, в образование. То есть я думаю, что этот вектор сейчас понятен, и Владимир Владимирович правильно двигается в этом направлении. Ну вы же понимаете, один в поле не воин, да, здесь как бы большой административный ресурс нужно подключить, чтобы вообще вот что-то задвигалось, что-то зашевелилось и расшаталось где нужно. Вот как вы считаете, кто сегодня станет такой сильной командой, и кто будет помогать ему, способствовать в достижении тех задач, которые поставил перед собой губернатор? Ну я хочу развеять мнение того, что у Владимира Владимировича Сипягина нет своей команды. Ну это действительно не так. Поскольку человек с малого, с раннего детства, до настоящего времени прожил во Владимирской области. Да, какое-то время он там работал в бизнесе, потом стал депутатом законодательного собрания, стал председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. То есть за все это время, я думаю, что у него уже сформировался кластер действительно профессионалов, которые готовы с ним идти дальше и работать как с губернатором Владимирской области. Единственное, что сейчас смены какой-то старых замов на новые не происходит, только по одной простой причине, потому что все прежние заместители губернатора Владимирской области находятся кто на больничном, кто в отпуске. Я думаю, что когда у них закончится вот эта вот череда событий, обязательно будут сделаны кадровые решения. Они необходимы? Обязательно. Я напоминаю, что у нас сегодня в эфире был Сергей Корнишов, координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР, депутат законодательного собрания Владимирской области. Сергей, спасибо огромное, что нашли время и посетили наконец-то телеканал «Вариант». Надеемся, что это была первая встреча и не последняя. Спасибо вам.